Сегодня мы обсудим очень важный и запутанный вопрос. В какой последовательности необходимо наносить на лицо внешние средства, если их нужно нанести несколько? Как вы знаете, я не устаю повторять, что необходимо наносить сенсозащиту в самом начале, но есть исключение или самое важное правило. Заключается оно в том, что всегда необходимо наносить внешние средства в порядке тяжести основания препарата. То есть в начале самое легкое, потом тяжелее и в конце самое тяжелое. Почему именно так? Дело в том, что любое внешнее средство состоит из основания активных и неактивных компонентов. Так вот основание любого препарата определяет, какой последовательности его наносить, чтобы активные компоненты впитались в кожу. Например, мазь тяжелее геля, и активные компоненты геля не смогут пройти через мазь и впитаться в кожу. То есть гель на мазь не наносят, а вот мазь на гель можно нанести, так как активные компоненты мази пройдут через гель. Получается, лосьоны и внешние препараты на водной основе наносятся самыми первыми. Затем можно наносить эмульсии, гели, крема и только потом мази. Давайте я вам покажу на примере. Вот эта прозрачная жидкость в сосуде легкая, красная жидкость в другом сосуде тяжелая, а в третьем сосуде показано, что легкая прозрачная жидкость находится сверху, то есть она не может пройти через тяжелую. Это демонстрирует основание внешних средств. Прозрачная жидкость наподобие эмульсии или геля с легким основанием, и красная жидкость наподобие мази с тяжелым основанием. То есть активные компоненты из геля или эмульсии не пройдут через мазь и не впитаются в кожу, то есть не подействуют. Соответственно, так наносить на кожу нельзя Поэтому сначала надо наносить эмульсию или гель, а потом сверху мазь То есть если мы начнем помещать красную тяжелую жидкость сверху на легкую прозрачную То красная легко пройдет через прозрачную Итак, если вам необходимо одновременно нанести несколько внешних средств на кожу И так, чтобы все активные вещества впитались в нее Необходимо наносить по порядку Сначала самое легкое внешнее средство, потом тяжелее и в конце самое тяжелое Но только тогда активные компоненты от каждого внешнего средства пройдут, впитаются в кожу и подействуют Пожалуйста, присоединяйтесь в DermTV.com Если у вас есть вопросы, пожалуйста, отправьте мне в DermTV.com Я доктор Нил Шултс, спасибо за просмотр!